Масленица – один из любимых праздников горожан. Как он пройдет в этом году, нашему телеканалу рассказала начальник отдела культуры Бердска Оксана Макриенко в рубрике «Актуальное интервью». Оксана Михайловна, с понедельника сегодняшнего дня началась Масленичная неделя. Как будет проходить празднование Масленицы в нашем городе? Таких вот праздничных широких гуляний, недельных, у нас в этом году не предусмотрено. То есть основные все мероприятия пройдут 18 февраля, как раз в прощенное воскресенье, в последний день Масленичной недели. Мероприятия начнутся в 11 утра, то есть уже с утра можно будет пойти и посетить наши основные такие мероприятия. Площадка возле Дворца культуры Родины начнет работать в 11.00, в 10 они уже оповещают и зазывают, и торговые ряды у них уже будут стоять, и будут музыкальные заставочки звучать, и будут зазывалки всякие на праздник. Сам праздник начнется в 11 утра, там будут работать торговые ряды, сувенирные лавки, будет концертная игровая программа, спектакль кукольного театра Петрушки, который, и также спортивные состязания, и завершится у них праздник традиционным сожжением чучела, которое состоится в 13.00. Площадь Преображенского кафедрального собора также ждет Берчан в 11.00. У них тоже традиционные мероприятия, которые проходят, это взятие снежной крепости, молодецкие забавы, хороводы, игры. То есть тоже все, в принципе, по своему традиционному, скажем так, плану идет. И площадь Горького ждет Берчан с 13.00 до 15.00. Тут будет большой тоже городской праздник, Широкая Масленица, также работать будут торговые ряды, будут спортивные состязания, это традиционный ледяной столб, молодецкие забавы, это и перетягивание каната, и гиря. И будут у нас в этом году тоже скоморохи будут такими главными действующими лицами, которые будут идти через весь праздник. Также будет обряд католиха и возле Дворца культуры Родины, и на площади Горького. Традиционное катание на лошадях. То есть все, как бы, в принципе, в традициях народного фольклорного праздника. Как обычно праздновали Масленицу наши предки? С четверга уже не работали. То есть вот на самом деле прекращали все работы. В понедельник была встреча, ходили друг к другу в гости, начинали печь блины. Во вторник это был праздник, где незамужние девушки гадали и призывали женихов и тоже ели блины. В среду зять ходил к тёще на блины, а в пятницу она шла со всеми родственниками и подругами к зятю, где её дочь должна была напечь блины. Ну вот ещё интересная такая тоже традиция. В воскресенье, которое у нас прощённое, да, то есть в принципе они уже такого вот... У нас немножко сейчас перевёрнуто получилось. Таких широких гуляний уже не было. То есть люди посещали кладбище, просили прощения у своих умерших родственников, друзей, оставляли там блины и уже такого широкого как бы гуляния не было. Ну и провожали, естественно, зиму, да. А вот сами вот широкие такие гуляния начинали с четверга. То есть прекращали все работы и начинали усиленно гулять. Также взятие снежной крепости было. Также они гадали, хороводы водили, на блины гадали, валенки кидали. Ну то есть в принципе вот такие, да, то есть тоже очень много было различных ярмарок, которые приезжали в это время. Ну вот мы стараемся в какой-то мере, да, вот поддержать и сохранить эти народные традиции. Ну у нас немножко вот все равно получается по-другому. Мы не можем бросить с четверга, не работать, да, всем городом. Поэтому вот у нас все получается акцент на последний день, на прощенное воскресенье. А какие коллективы будут принимать участие в праздновании Масленицы? Кто будет развлекать горожан? Все фольклорные наши коллективы, потому что это все-таки больше такой, да, народный праздник, который именно вот связан с народными, с фольклорными какими-то обычаями. Это Одесская школа искусств Берегиня, да, это театральные коллективы, которые будут работать в качестве, скажем так, аниматоров, да. То есть у нас будет, например, ходить в этом году будут латошницы со своими там семечками, где за загадку там у нас получат жители определенные там призы или блины, да. Вот. Ну и в основном вот такие, да, то есть все фольклорные наши коллективы города, это и Вольница, и Смородина, и вот театр, как я уже сказала, Наталья Николаевна Солодухина. Ну и привлекли в принципе практически всех сотрудников и Родины, и ГДК для того, чтобы они тоже приняли участие вот в качестве уже таких вот аниматоров и развеселых тетушек и дядюшек. Я думаю, что никто не останется у нас без призов, без хорошего настроения. Еще хотела сказать спасибо. У нас прошел конкурс «Масленичные поделки», это где участвуют детки у нас. Они делают тоже вот такие различные солнышки, потом масленицы куколок они делают. Вот. И награждение этого конкурса, оно тоже будет 18 февраля, то есть мы, жюри сейчас подведет итоги, и награждать участников этого конкурса мы тоже будем 18-го вот на сцене здесь и на сцене Дворца культуры Родины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин